Три самых стойких игрока, которые продержатся до финала сегодняшнего вечера, окажутся в следующем туре, который мы условно называем четвертьфиналом. Ну и также мы сегодня выберем лучшего игрока вечера, который получит главный приз. Это фирменный комплект для игры в мафию от генерального партнера программы компании Теле2. Ну что ж, пожалуй, начнем, но сначала большой бонус от спонсора. Это иммунитет от Дона Брутто. Глава семейства Теле2 оставил для одного из участников иммунитет. Он здесь, он будет скрыт до поры до времени, действует он только один раз за игру. Я думаю, что в процессе вечера мы обо всем узнаем. Ну а пока Тон Брутто будет глядеть на нас своим лучезарным взглядом и радовать нас. Итак, начинаем. Карты в студию. Прошу вас. Подскажите мне. И передавайте. Не подскажете? Это мне не везет всегда. Не подскажете. А если перетянуть можно, то и парочные. Выбирайте, но не смотрите. Но не смотрите сразу. А по-разному, да? Да. Пожалуйста. Пока не смотрим, да? Нет. Боюсь, что вот Евгению с Кириллом выбора-то и не останется. Не повезло, не повезло больше всех Кириллом. А может, что нам... Мне кажется, что он мать. А все уже. Итак, уважаемые игроки, можно посмотреть свои карты. Так, теперь все знают о себе все. Роли распределены. И, пожалуй, в нашем городе наступает ночь. Одевайте, пожалуйста, маски. Так. Ну, а два мафиози могут выйти из сумрака. Так. Вы познакомились друг с другом? Я вас вижу. Вы увидели друг друга? По-моему, нет. Оденьте, пожалуйста, маски. Какая у нас интересная сегодня команда мафиози. Наступает день. Чем она так интересна? Я вам сейчас расскажу, чем она интересна. Скажите нам, конечно. Мало того, что они успели познакомиться, эти два игрока, они еще и пытались настроить как-то свои стрелы. Негодяй. Итак, приходим к обсуждению. Переходим к обсуждению. Ну, у кого вот первые впечатления, у кого уже возникли? Кто подозрителен? Не знаю, мне кажется, кто ты из этой троицы. Мне кажется, Евгений. Вот из трех парней сидящих. Так вот рукой сидит. Нет, я... Нет, просто высказывайте, я сейчас расскажу с выгодушкой зрения. Или так, или не обязательно. Как хотите. Вот, просто... Играю в мафию, у меня есть привычка. У меня есть привычка ночью очень хорошо слушать. Если вы не заметили, то одна из мафий сегодня очень сильно храпела маской, маской шопнила себе по лицу, и это было справа. Навряд ли это была... Валерия? Валерия, да? Скорее всего, это либо Аннуш, либо Аркадий. Кто-то из этих дорогих. Чего себе, какой у вас слух, Евгений. И второй игрок, я считаю, что второй игрок мафии, это у нас все-таки Кирилл. Аннуш и Кирилл Ронин. Кирилл и Аннуш. Вот это мое мнение, как бы, я считаю, это две мафии. Можно защитить? Конечно, конечно. На самом деле, мне кажется, что Кирилл тоже мафия. У него какой-то взгляд такой игривый, играющий. Но я опять, к сожалению, не мафия. Я считаю, что мафия Михаил, потому что он сказал, что играет первый раз. А, как мы знаем, новичкам обычно всегда везет. Почему-то так происходит, когда люди играют первый раз в мафию, им попадается именно мафия. Поэтому я считаю, и глаза у него горят, он такой разоселился. Поэтому я считаю, что это Михаил и Кирилл. Анна, же можно вопрос того, вы пытались ночью убить? Я никого не пыталась ночью убить. Я спала крепким сном. А мне кажется, что это все-таки Кирилл. Ты меня давно хочешь прочитать? Кирилл сейчас проверим, а потом уже будем смотреть. На самом деле, подозрительный. Кирилл действительно подозрительный. Кирилл, когда паск вытянул... Кирилл, когда паск вытянул... Нет, подождите. Нет, я не дам. Кирилл, когда вытянул паск, сделал моксаж. Он подумал, что он рад ему играть, что мирный житель. Да, да, да. Нет, он не подожди. Он как дома, это... Я пытался смотреть сначала на игрока. Когда они карты тянут. Но ни у кого, и те, кого я видел, эмоции не углядел. Либо сдерживаются, например, как мы уже поговорили, что Кирилл не сам едет даматься и сдерживает. Либо вот... Но Аркадий тоже умеет эмоции сдерживать. Либо никто... Аркадий, поделитесь своими впечатлениями. Молчану, я считаю, что она не мафия, потому что она сидела рядом со мной. И если бы... Ты ничего не слышал? Ничего не было. Мафия – это первая мафия. Это Кирилл, потому что у него загорелись... Либо Катя, либо Михаил, либо Настя, либо Стас. Она не похожа. У нее ничего не поменялось со взглядом, когда она смотрела. Четко у нее не поменялось. Первая эмоция была у Михаила. У него он сразу же так же... У него улучшилось настроение, загорелся взгляд. Так же, как у Кирилла. Он смотрит, дом 2 и мы полагаем. Будем убивать. Это вторая мафия. Либо Стас, либо Михаил, либо Анастасия. Первая – это точно Кирилл. Хорошо. Пожалуйста, Михаил. Во-первых, я не слышала стук маски и никаких движений откидывал. Вот. Да, а во-вторых, у меня всегда такое настроение, так что... Смотрите, какой веселый. Михаил, это... Преохните, смачивай. Это ваше оправдание? Это все? Да. Ну, значит, Михаил и Кирилл. У меня такое ощущение сложилось, что здесь люди вообще мало в мафию играли. Они так рассуждают, интересно, кто веселый, тот и мафия. Почему мафия должна быть в шански делом? Ну, почему веселый, смотрящий по изменению настроения, вот. Да все почему-то сказали, взгляд горит, веселое настроение, эмоции, вот сколько это все прозвучало. Кирилл, кто по-вашему мафия? Кто может быть? Либо Стас, либо... А, ну и Стас, может быть, тоже. Так, так, думаю, что Стас и еще раз. Стас и Аркадий. Стас и Аркадий. Ну, может, ты был эмоционально до этого? А сейчас сидишь, молчишь. А потому что в мафии надо смотреть на реакцию. Мне кажется, кто... Вот Евгений вообще руки в замок. Я тоже в замок. Отплюдают. Ну, в точке твоей психологии ты закрылся. Нет, я вот сейчас повторила. Ты тоже сидишь. Да надо, конечно, убить Кириллу и Настю. Мы выиграем. И поймем. А почему Настя? И с хорошим позитивным мафия. Я чувствую ее. С первым надо убить Кирилла, он мафия. Недаром 10 дней. Беги экстрасонцев прошли. Я себя почувствую. Ты смотрел. Ты смотрел его. Конечно. Страдоведший. И не кодил никуда, и не выпивал. Кирилл мафия, потому что он сразу же в ответ... Меня убьет, я буду мстить, я буду на выходе. И встречать после игры. Вы потом все не прыгнем с хорошего. Хорошо, давайте пойдемся без угроз. Сейчас предлагаю назвать каждому одно имя. Одно имя. Давайте проголосуем. Нет, пока давайте выставим на голосование вашу кандидатуру. То есть назовите имя человека, который наиболее подозрителен для вас. Давайте, Стас, с вас начнем. Начнем с Кирилла, а то Настю убьем. Одну кандидатуру. Хорошо. И мы поедем. Настя. Кирилл. Так, Михаил. Стас. Катя. Евгений. Евгений. Хорошо, Аркадий. Кирилл. Так. Кирилл. Кирилл. Все пропало. Евгений. Кирилл. Я за себя. Нельзя за себя. Тогда надо отомстить, Стас. Стас. Итак, у нас на голосовании, если я не ошибаюсь... Так, 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 так. Три кандидатуры. Стас. Евгений. И Кирилл. Все? Точно? Екатерина. Вообще-то как бы за меня больше всех. Нет, подождите. У вас сейчас будет возможность, во-первых, оправдаться. Итак, у нас три кандидатуры. Евгений, Кирилл и Стас. Ну, давайте с вас начнем. Почему вы не мафия? Я? Вы мне посмотрите, какая мафия. Да вы не мне рассказываете, я-то знаю все. Рассказывайте вашим коллегам. А вы все знаете? Я как бы особо не отрицаю, если есть большое желание, попробуйте, но сразу скучно вам будут тут играть. Без меня и мафию искать будете долго. Не убивайте меня, пожалуйста. Если вы не мафия, то это все-таки Стас, вам кажется, да? Ну, конечно. Посмотрите в глаза его, честно. Теперь ваше слово, Стас. Мне кажется, в яблочко попало, Кирилл. Посмотрите на честные глаза, Стас. На честные. Друзья, я не мафия, я скажу честный. Я настоящий, добрый, ласковый, мирный житель. Но хочу размочить мафию всех вообще. Людей, которые как-то меня хотят убить. Если вы сейчас убьете меня, и я покажу эту карточку с домиком, которая у меня, вы же все расстроитесь. Скажите, зачем мы убрали этого веселого парня, которому было так весело играть? Слишком много слов. И он бы помог вам бить этих мафиозников. Поэтому нет, я никакая не мафия, и хочу вывести их на чистую возможность. А мафия, Стас, тогда кто? Кирилл и Настя. Понятно. Обменялись любезностями. И третья у нас кандидатура, это Евгений. Ребята, я мирный житель. Не собираюсь оправдываться, потому что на самом деле мне нечем оправдываться. Вы подозреваете? Я подозреваю. Я уже сказал кандидатуру, это Кирилл, либо кто-то из двух человек, либо Аркадий, либо Анаш. То есть то, что Аркадий, за мое мнение, то, что Аркадий уверен, что Ана 100% мирный житель. Я не говорил так. Я говорил, Кирилл 100%, Ана, да, мирный житель. Да, откуда ты знаешь, что Ана 100% мирный житель? Нет, он сказал, что Шороха не слышит. Шороха не слышит. Я тоже от него есть. Ты в защиту просто сказал, что Анаш... То есть, получается, мы два мафии? Нет, нет. Это он сделал предположение. Я к другому говорю, что ты сказал точно, что Анаш мирный житель. Откуда ты можешь знать точно, что она мирный житель? Это по моему мнению. Ты можешь знать точно только тогда, когда ты являешься мафией. Какие-то сложные сейчас витиеватые умозаключения спасибо большое, Евгений. Тем не менее, у нас на голосовании три кандидатуры сейчас. Это Евгений, это Кирилл и это Стас. Голосовать можно только раз? Да, вы сейчас поднимаете маски и голосуете против одного из участников. Итак, кто против Стаса? Два голоса против Стаса. Снимай, видишь? Вот они. Кто против Кирилла? Тран-тран-там. Шесть голосов против Кирилла. Дом Корлёвовна, помоги. И, ну, да, понятно, Евгений все-таки. Кто против Евгения? Один голос против Евгения. Кирилл. Чего? Я никуда не пойду. Я не пойду. Открывайте папку, он должен бы мне помочь. Я понимаю, что вы узнаете что-то родственное в его чертах. Но, к сожалению, к сожалению, Кирилл, нет. Не предоставил этот человек прекрасный иммунитет сегодня. Кирилл скажет свое последнее слово. Обязательно пригласит всех на Танай, конечно же. Я уж пригласил. И вскроет свою карту. Начинаете приезжать. Ты. Кто там еще? Я, между прочим, не был инициатором. Я против Офинского слов. Я хочу нормально прыгнуть. Без скидки. А что, вскрывать можно, да? Да. Шершаля фам. А, ну как же. Очень жаль, да. Но вот сейчас мы прощаемся с мирным жителем. А что ты с лицом-то у нас? Я расстроился, правда. Потому что я же тоже мирник. Ну, конечно. Честно. Кирилл, очень жаль, правда. Очень жаль, что вы нас покидаете первым. У вас есть последнее слово. Кто этот человек? Да Стас и Аркадий. Стас и Аркадий. Спасибо большое. Благодарим, Кирилл. Ну, скучно, да, мой тут мирный. Кирилл, мы увидимся. Я же всегда вас убью. Прочитаю. Вы знаете, вот по долгу своей профессии я являюсь видеооператором в аэродроме Таная, снимаю прыжки с парашютом. И как у нас операторов водится, поговорка такая, люди делают сейчас основную работу, всегда остаются за кадром. И так получилось в этот раз, меня быстро убили, но все равно будем пожелаем им удачи. Я думаю, что мафия победит. Я болею за мафию. Кирилл у нас уехал на работу в парашютный центр аэродрома Танай. Обязательно вы там с ним увидитесь, уважаемые наши телезрители. Ну, а в нашем городе за нашим столом наступает ночь. Прошу одеть маски. Итак, мафия может проснуться, встретиться глазами. Пока мафиози обдумывают свой выбор, я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям о том, что стать участником программы можете и вы. Оказаться за этим столом, попробовать себя, посмотреть.